Ну что, приступим теперь к киевскому торту. Для него нам необходимо приготовить коржи. В первую очередь, это, наверное, самый долгий процесс. Заварку на масляный крем шарлот. И все. Больше нам ничего не надо. Очень простой торт. На самом деле, я очень люблю его готовить. Единственное, что много очень времени уходит на коржи. Ну, не столько участия в приготовлении коржей, сколько процесс их в выпечке. Итак, но в то же время все очень просто. И давайте сейчас мы с вами быстренько все и сделаем. Значит, первым делом мы берем белок. Отправляем его в дежу. Туда же, к белку, мы сразу же отправляем сахар весь. И всю вот эту нашу историю мы ставим взбиваться. Пока наш белок для нашего безе киевского взбивается, мы подготовим орехи. Я использую здесь миндаль, но вы можете взять любые орехи, которые вам нравятся. Там грецкий, кешью, арахис. Все, что угодно, все, что вам только хочется. Но мы будем использовать миндаль. Нам нужно его подробить. Для этого мы возьмем вакуумный пакет. Ну, и я просто так сделаю. Вы можете делать, как вам удобно. Насыпаем сюда миндаль. Все, готово. Теперь мы подготовим сразу противни, на которых мы будем наши коржи отпекать. Вы, опять же, можете использовать пергамент, либо можете использовать силиконовые коврики, либо любые вам доступные антипригарные средства. Но их нужно использовать, потому что безе от противня просто так потом не отодрать. Ждем, пока взбивается. Итак, вот взбилось наш белок. На самом деле, бояться перебить его вам не стоит. Это точно не про это соотношение белка и сахара. Итак, все до безумия просто. Значит, взбитый белок с сахаром, подробленные орешки. Орешки сразу высыпаем сюда. Следом к орешкам мы отправляем муку. И теперь все это хорошенечко перемешиваем. Аккуратно, стараясь максимально сохранить воздушность и пышность белков. Но в то же время нам нужно все перемешать. Убедились, что все перемешали. Отлично! Мы воспользуемся нашим хорошим другом кондитерским мешком. И переложим сюда наше безе. И теперь нам нужно эти бисквиты, ну как бисквиты, будущие меренги выложить. Когда будете отрезать кончик у пакета, имейте в виду, что внутри пакета есть дробленые орехи. И если вы отрежете слишком маленький кончик, то они все застрянут на выходе, и ничего у вас не получится. Поэтому я вам рекомендую и советую, не жадничайте. Отрежьте лучше заведомо больший кусок мешка. Это будет лучше, чем вам придется потом резать, когда здесь уже куча-куча этой меренги. Вот. И что? И просто берем и аккуратно равномерным слоем выкладываем. И теперь я вам рекомендую разровнять. Легонечко, не нарушая геометрию, которую мы только что с помощью кольца создали себе. Просто разровнять, чтобы оно хотя бы равномерно все сохло и пропекалось. Потому что печься, это вся история, будет долго. где-то около двух часов. Это не шутки. Мы ставим температуру 130-150. И где-то порядка двух часов, час сорок точно, наши безешечки будут стоять, сушиться в печи. Сушиться наши коржи будут при вентиляции, при включенной конвекции. И если вы будете использовать так же, как я, пергамент, то от конвекции он может там весь развиваться и в итоге налипнет не там, куда нам надо. Для того, чтобы этого не происходило, мы, как настоящие профессионалы, положим здесь ложечку. Все. Теперь мы точно уверены, что никакая конвекция нам ничего не повредит. Все. Ставим в печь. И теперь два часа. Ну, поставьте себе полтора. Через полтора часа проверьте, как себя чувствуют наши коржи. Ну что, сейчас мы с вами должны заниматься кремом на наш киевский торт. Это крем шарлот. Это масляный крем, в основе которого идет сначала заварка на молоке, сгущенном молоке и желтках. И потом эта заварка уже, она идет в крем. Поэтому давайте ее и приготовим. Для этого нам понадобится молоко. Естественно, наливаем сразу же молока. Также мы сюда отправляем сгущенное молоко. и сюда отправляем часть сахара. Ну, половину. Половину сахара отправляем сюда. Включаем плиту и первые, буквально там, несколько первых минут мы помешиваем. Потому что сгущенка, она очень любит пристать ко дну и пригореть. Пока греется наше молоко, мы займемся яйцами. У нас идут наши желтки и оставшийся сахар. Желтки с сахаром я рекомендую сразу же перемешивать для того, чтобы желток не скомковался. Мы видим, вот что у нас пошло пар от молока. Все, мы можем выливать молоко полностью сразу все сюда. Все это хорошенечко перемешиваем, перемешиваем. и возвращаем обратно это все на плиту. Теперь наша задача все это дело постоянно помешивая, очень аккуратно довести до кипения и вот держать это его на точке предзакипания. То есть мы не должны довести до прям до кипения нашу массу, но мы должны желтки, которые в нашей рецептуре полностью заварить, немного их насытить кислородом и в общем приготовить своего рода потобом. Потобом это такая масса из желтка, которая чаще всего служит базой для разных шоколадных муссов, ореховых муссов, а у нас она будет служить для нашего крема шарлот. Вы видите, как она сразу же желтки завариваются и все это пенится. Получается такая воздушная прикольная масса. Главное не останавливаясь, помешивать. Все, наши желтки уже закипают. Мы их все-таки еще чуть-чуть подержим, не давая им закипеть. Как бы проварим их на этой температуре. Сразу же подготовили мисочку, куда мы вываливаем нашу воздушную желтковую массу. Все, теперь это можно закрыть пленочкой и убрать в холодильник, пускай остывает. Итак, друзья, пришло время нам с вами заняться кремом на киевский торт. Все здесь максимально просто, и давайте начнем. Значит, первым делом нам понадобится сливочное масло. Сливочное масло я достал предварительно из холодильника, для того, чтобы оно стало таким помадообразным состоянием. Это очень важно, потому что нам сейчас предстоит это масло взбивать, взбивать его венчиком, и масло, только что достатое из холодильника, взбивать венчиком будет стоить вам венчика. Не советую экспериментировать. Я уже так делал и рассказываю вам, что это будет вам стоить венчика. Так, мы это масло сюда аккуратненько вываливаем. Небольшой вам шефский лайфхак, как собрать все масло и ставим его взбиваться. Нам нужно, чтобы масло было пышное, воздушное, и потом мы туда добавим нашу с вами заварку, которую мы заварили, и она готова. Вот, смотрите, масло. Видите, оно взбилось. Оно все такое пышное, пушистое. Это очень клево. Теперь мы добавляем сюда заварку. Очень важный момент. Не перебить, когда вы будете добавлять заварку. То есть, это нужно взбить, подвзбить, но очень аккуратно, потому что ну, это все может расслоиться, отсечься вообще вот так вот, на как нечего делать. У нас теплое взбитое масло, у нас холодная заварка, жиры и там, и там, здесь есть вода. Начнется все это дело смешиваться, не успеет произойти эмульсификация. Приехали, крем можно будет в принципе выбрасывать, но если вдруг мы дойдем до того момента, что у нас все перебьется, я вам покажу. Ну, если не дойдем, то просто расскажу, как же можно выйти из этой ситуации. Итак, в общем, мы взбили масло, мы берем всю заварку, которую сварили, и отправляем сюда. И теперь наша задача все это дело аккуратненько подвзбить. Вот у нас момент, который всегда может произойти. Сейчас произошел небольшой термический шок у масла, и вот как вы можете посмотреть, масло у нас начинает превращаться в такие гранулы. Ну, это нормальное явление, потому что у нас холодная заварка только что из холодильника, и у нас теплое масло. Мы можем продолжать взбивать в надежде, что что-то там произойдет, но на самом деле ничего, кроме фиаско, не произойдет. Мы начнем взбивать, и у нас начнет от нашей заварки отделяться пахта. Нам это не нужно, потому что мы зафакапим весь крем. Сейчас я вам покажу, что же надо делать, для того, чтобы этого не произошло. А для того, чтобы этого не произошло изначально, лучше всего добавлять заварку по чуть-чуть. Но мы сделали быстро, мы профессионалы, нам ничего не страшно, а заодно вы сейчас увидите, как же спасать масляный крем шарлот. Итак, для спасения крема нам понадобится горелка газовая. Если у вас газовой горелки нет, вы можете воспользоваться полотенцем, которое будет вымочено в горячей воде. Наша задача сейчас аккуратненько прогревать дежу и продолжать взбивать, чтобы масло, которое начало уже превращаться в гранулы, начали жиры вставать в свое обычное состояние, аккуратненько эти гранулы расплавить, а машинка нам все это дело превратит в одну большую эмульсию. Смотрим. Значит, мы включаем горелку и аккуратненько прогреваем. Главное, не держать на одном месте, потому что иначе будет фиаско. и вот на выходе мы получаем идеально гладкий крем без каких бы то там ни было кусочков масла либо чего бы то там чтобы то еще да все у нас замечательный крем в принципе да процесс спасения он очень простой. Главное, мы его быстро должны прогреть, чтобы масло быстро растопилось и оно бы быстро все смешалось. Если мы продолжим взбивать дальше, то у нас как бы отделится пахта и здесь мы уже не сделаем ничего абсолютно. Поэтому есть у вас какой-то там шанс, возможность исправить какой-то косячок, который в процессе происходит. Но опять же во всем нужно знать меру. Будьте аккуратны, перебитый крем восстановить уже нереально. Если пахта отделилась и у вас масло плавает, все приплыли. Итак, все, вот наш масляный крем шарлотт восхитительный. Просто супер-пупер. Добавляем сюда какао. Еще сюда хорошо добавить немножко коньячок. коньячок сюда будет очень кстати. Все и перемешиваем какао с нашим кремом. Все удостоверились, что мы хорошенечко все перемешали. Теперь мы перебазируем наш крем как всегда в кондитерский мешок. все крем готов. В принципе вы можете приготовить этот крем накануне и собирать киевский на следующий день. Но в таком случае крем ни в коем случае нельзя убирать в холодильник. Пришло время собирать наш киевский тортик. Коржи которые мы с вами сушили готовы. Где-то наверное час сорок у нас ушло на то чтобы приготовились коржи. Мы воспользуемся золотиночкой для того чтобы опять же манипулировать тортом так как нам захочется. Крем есть ножницы есть все отрезаем небольшой кончик маленький вам лайфхак немного крема на подложку просто для того чтобы коржи не скользили и все и начинаем выкладывать крем много крема не надо все таки не кремом единым как говорится нанесли крем немножечко разровняем первый слой у нас готов выкладываем следующий снова крем снова разравниваем разравняли и теперь последний корж я его положу вверх ногами для того чтобы у меня дно которое у этого коржа оно бы сформировало ровный торт и теперь нам нужно этот торт весь обмазать кремом немножко сюда немножко по бокам так и выравниваем наш торт наша задача сделать ровненько и красивенько итак нам осталось наш тортик украсить для этого мы сейчас перевалим крем в другой мешок с насадкой закрытая розочка это просто для того чтобы сделать красивые розочки на торте у нас осталось немножко крема надо им распорядиться правильно мы сделаем вот такие вот теперь берем наш крем укрываем наш торт дробленным миндалем таким же который у нас собственно и в безе это будет очень-очень клево и очень-очень кстати и серединку я предлагаю тоже засыпать миндалем так и сейчас мы поменяем подложку все киевский киевский торт у нас готов теперь мы должны его убрать хотя бы на полчасика в холодильник а лучше на час вот за час он стабилизируется и можно будет его резать и есть а пока убираем пускай стоит